Здравствуйте, я Лилия Игликова. Об имидже Казахстана на мировой арене говорим с политиком, общественным деятелем, одним из основателей движения Халык Синемы Доверия Народа Казбеком Бесибаевым. Казбек, здравствуйте. Здравствуйте. Досье Пандоры о причастности ряда мировых лидеров и публичных личностей к офшорным схемам было опубликовано на днях. Досье обсуждает весь мир. У нас же министр финансов Бахыт Султанов, отвечая на вопрос о том, ознакомился ли он со списком, отметил, что не хотел бы комментировать этот вопрос, сообщает Тенгриньюз. Цитирую. Знаете, на первый взгляд полная ерунда, нечего сказать. Так прокомментировал первый замруководитель администрации президента Казахстана Даурен Абаев. Вице-министр информации и общественного развития Казахстана Балат Тлепов сообщил, что вообще не читал документ. Что происходит, по вашему мнению? Странное происходит, потому что весь мир знает, а наши высокопоставленные чиновники знать не знают. Они что, живут, получается, на другой планете, что ли? Вот, допустим, тот вице-министр информации и общественного развития, он отвечает как раз к доступу к информации. Уж кто-кто, он по своей должности должен быть в курсе всего того, что пишут о Казахстане, понимаете, и что пишут в Казахстане. А он, говорит, я не в курсе. Врет он, я вам так скажу. Что касается вот других персонажей, вот, допустим, первый заместитель руководителя администрации президента, он же тоже бывший министр информации и общественного развития, он сказал ерундатностью. Ну, как это ерунда? Понимаете, на эту ерунду, вот эту ерунду уже среагировали. Ну, среагировал, между прочим, Кремль, это устами пресс-секретаря, среагировали премьер-министр Чехии, потому что он фигурирует, среагировали там другие лица, да, в Пакистане премьер-министр реагировал, там фигурируют там даже монархи, там король Абдаллаф, а наши не знают. Вот странно, да, вот, вы знаете, вот, как будто ничего не случилось, да, можно ли им это верить? И это все говорит о том, что наши, вы знаете, вот, наши вот эти руководители, да, я не то, что сказал бы, что они живут в своем мире, да, вот они вот, когда им нужно, они видят, а когда не нужно, они ничего не видят. Какие-то, знаете, вот, вот, как будто, вы знаете, вот, когда глаза закрывают, они вот, бывает, когда вот дети вот, прятки играют там или что-то, глаза закрывают, ничего не видят. Вот они тоже самое. А возникает другой вопрос. Но если они такие у нас невидящие, еще плюс неслышащие в нашем, так называемом, слышащем глазах, Так зачем они тогда нужны? Может быть, их вообще поменять? В этой ситуации, насколько я понимаю, видеть, замечать, комментировать чревато последствиями. Но насколько все это ерунда? О каких суммах идет речь? Ну там, насколько я понял, фигурируем Казахстан. В частности, там говорится, якобы супруги нашего первого президента, якобы, понимаете. Даже там, кстати, вот это английское издание, оно вело такое слово, она там пишет, токал, и по-английски non-official wife, то есть неофициальная жена. Вот так там написано, это не мои слова. И там пишут, что якобы у нее откуда-то появились 300 миллионов долларов, и там фигурирует ныне ушедший Владимир Васильевич Нета, он был близким человеком нашему первому президенту, и наш олигарх Ким Владимир. Вот там написано, что благодаримая вот эта женщина получила 30 миллионов долларов. Но это, значит, это было тогда, когда вот как раз наш первый президент был во власти. То есть, ну получается, что вот откуда-то 30 миллионов, а вот наши ответственные лица, говорят, не слышали, не видели. Ну понимаете, тут как, понятно, что, ну раз такие разговоры происходит, если народ знает, ну у нас же доступ-то, ну смартфон-то у всех есть, то есть все уже как-то прочитали, да, она уже пошла вот, если не только вот наши издания некоторые перепечатали, но и все эти, там всякие телеграм-каналы, там на Казахском месте и так далее. Ну да, хотя бы какая-то ряд. Ну пусть хотя бы скажут, что нет, эти факты изложены несоответственно. Хотя бы так скажут, но делать вид, чтобы вообще ничего не видели, это ну как, как строг, что ли, голову вот закопали в песок, ничего не видели. Нет, увы, это, к сожалению, вы знаете, это вот, ну как скажу, особенно сейчас, когда, скажем, жить становится тяжело, и тут выясняют, что какие-то деньги вот шли туда-туда-то. Не знаю, это очень такой минус для нашей власти и для всех, ну и для этих же чиновников и так далее. Аутентичность панамских бумаг, напомню, официально не подтверждена, но почему все-таки не последовало никаких опровержений, по вашему мнению? Ну это наше, понимаете, это такое, наше дело, я же как сказал, что они наше дело видят, что ничего не произошло. Вот если, ведь это же, мы же не первый раз вот это видим. Если вот многие уже забыли, что в 2002 году, если я не ошибаюсь, было так называемое дело Казагейта, да, когда там в поисках денег бывшего премьер-министра Казахстана нашли деньги, которые почему-то были открыты на имя первого президента, да, и тогда, тогдашний премьер-министр Тасмагометов, он ведь признал, он сказал, что эти деньги, как бы это такой секретный резервный фонд на всякий пожарный случай. Но вот тогда было, они признали. Вот, ну сейчас-то ведь, ну, сейчас они, хотя тогда же они вначале-то не признавали. Ну, сейчас почему не признавали? Я не знаю, вот у нас какая-то, вы знаете, вот, не слышащий, не видящий государство, как я сказал, понимаете. О Казахгейте мы помним, что предприниматель Джеймс Гиффин обвинялся в передаче 84 миллионов долларов казахстанским чиновникам высшего уровня. Тогда комментарии от власти тоже были очень скудные, мы помним. Чем закончилось это дело? Мы помним, что сам Гиффин, ему был назначен просто мизерный штраф в размере, если я не ошибаюсь, в 25 долларов. Как были наказаны те, кто причастны к этому делу? Да никто никак особо не был наказан, потому что, насколько я помню, Гиффин тот, он в суде признался, что он работал, скажем, на американской правительстве, то есть он как бы работал в интересах государства. Ну, если вещи называть простыми именами, то типа Гиффин признался, что он шпионил, значит, в нашем государстве вокруг руководства страны пользу Соединенных Штатов Америки. Вот за счет этого, поскольку он как бы выполнял интересы Соединенных Штатов Америки, им это дело-то ведь и спустили, закрыли, и присудили вот эту, скажем, мизерную сумму. А что касается у нас, у нас она же, у нас же, вы сейчас знаете, вы сейчас спросите у нас, у любого чиновника, депутата, вот они помнят, да, вот казаки, вот они вам в лицо посмотрят и скажут, ничего мы не видели, ничего не знаем. Вот если они сейчас, вот вчера весь мир обсуждает досье Пандоры, Пандоры, да, вот это Пандоры, и тут наши чиновники, министры, не видели, не знают. Вот вы, вот сейчас, вот как, вот как это, знаете, это вот, когда маленький ребенок, там, я не знаю, что-то натворит, там, допустим, я не знаю, там, шоколадку без разрешения мама съела, да. Вот скажут, мама, куда сделать шоколадку? Не знаю, хотя у него, скажем, уже на губах шоколадка. Вот примерно то же самое. Взрослые люди, вот они, ведь они же, вот, у нас 30 лет так нам и говорят, ничего не видят, ничего не слышат. И так, и поэтому дело казаки-то закончилось тем, что, ну, по большому счету, ну, хотя бы кто-нибудь сказал, как это у нас, оказывается, работал шпион-то ведь, шпион работал вокруг первого лица, а у нас ничего не было. Поэтому, у нас, знаете, вот удивительная страна, ничего не помню, не помню. Или вот почему-то аналогии приходят с этого известного советской кинокомедии, вот это «Джентльмен удачи». Помните, когда герой Савельев Крамера говорил, я, говорит, с башкой упал, башкой стукнулся, говорит, тут помнит, тут не помнит. Так и наш, не помнит, страна непомнящая. А вы знаете, кто не помнит, вот, говорят, вы по уговору непомнящего родства, она ни к чему хорошему не приводит. Надо от этих непомнящих свою вот эту историю, надо как-то избавляться от них, а то нас доведут, знаете, до Цугунтара, страну нашу. Казбек, вы часто бываете за границей Казахстана. Что вообще знают о Казахстане в мире? Наверное, о том, что в Казахстане высокий уровень коррупции знают все, о том, что Казахстан представляет собой неблагоприятную среду для инвестиций. Это второй пункт. Что еще? Ну вот, ну я, скажем так, не совсем часто бывает. Я просто, как бы, будучи дипломатом, работаю за границей. Ну, и бывает, да, конечно, за границей. Я что хочу сказать? Ну, о Казахстане, к сожалению, большинство ассоциируется известным фильмом «Борат». Да? Вот, ну, если вот кто не видел второй «Борат», а у нас, опять же, забыли, кстати, второй «Борат» тоже. Вот второй «Борат» начинается с тем, что этому журналисту вытаскивают его из тюрьмы, отправляют его. Ну, так получилось, что премьер-министр страны Казахстана, который в фамилии совпадает с фамилией нашего первого президента, отправляют его в Америку там с определенной задачей. И заканчивается фильм, кстати, «Борат» тем, что выясняется, что его, этого журналисту отправили для того, чтобы он заразил весь мир вот этим коронавирусом. Кстати, вот, если уж говорить о том, про имидж, да? Ну, это как бы у многого обывателя, вот у зарубежного обывателя, европейского обывателя, там, американского, вот такая ассоциируется, вот, к сожалению, к этим фильмам. Ну, сейчас, конечно, меняется, потому что у нас, если положить, например, тот же, ну, Димаш Кудайберген, он, так сказать, очень хорошее дело сделал, да, и даже тот Имамбек и так далее. А в целом Казахстан, конечно, ассоциируется, вот, ну, как бы, таким, действительно, да, страна, где правит коррупция, где автократия, вот, вот так, к сожалению, нам особо, нам особо хвастается, вот, именно в плане, вот, имиджа работы, что вот настолько положительный, к сожалению, мы не можем похвастаться. Только у нас, я говорю, нас спасает, вот такие наши, наши вот такие ребят, как Димаш, Имамбек, там, ну, там, и остальные, которые просто, вот, забыл, там, и вот фигуристы, спортсмены и так далее. А в плане, как вот, как государство, как, к сожалению, у нас больше вот связано с коррупцией. В казахстанском информационном поле есть и позитивная информация. Читаю. Академия Ельбасы совместно с Конгрессом молодежи подвела итоги программы «Медаль Ельбасы» и вручила победителям медали. Участники представляют разные отрасли, и каждый из них продемонстрировал свои коммуникативные способности по семи направлениям – спорт, навык и талант, чтение книг, национальное наследие, волонтерство, туристические походы и трудовая практика. Позитива хоть отбавляй, но у меня все-таки остается вопрос. А медаль за что? Вы забыли добавить, что там не просто медаль, медаль называется Ельбасы. Получается, что ассоциация или там вот организация Ельбасы, Академия Ельбасы разработала программу, которая называется «Медаль Ельбасы», и по итогам вот этой, так сказать, программы «Медаль Ельбасы» они вручили участникам медали Ельбасы. Ну, это, извините, ну, я даже не знаю, как комментировать вот это, понимаете, это вообще, как это понять? Вот даже они хотя бы, ну, поменяли бы название, то ли программы, то ли медаль, хоть более-менее звучат. Они даже это не подумают. Поэтому, когда вот вы сказали, вот как «Четверония положительная новость», я не против того, я как любое граждане за то, что вот поощряют нашу молодежь, да, их, ну, хоть немножко надо, ну, включить надо мозги, как это? Ну, нельзя же вот у нас, понимаете, у нас получается, солнце сходит вот благодаря Ельбасы, стоит на «Зените» благодаря Ельбасы, и теперь, и заходит благодаря, и теперь вот мы им «Медаль». Ну, вы знаете, я что хотел сказать по этой вот программе. Конечно, это мы знаем, что все эти наши программы, как правило, как показывает наш опыт, наша жизнь, они разрабатывают, такими называемыми, только с одной простой целью, чтобы под это выделялись бюджетные деньги, а потом, так сказать, их как-то вот, не знаю, там, не знаю, использовать с учетом своих интересов. Поэтому, знаете, вот, мне даже кажется, что вот люди, которые организовали, они что хотели? Они хотели вот выслужиться перед первым президентом. Если они хотели выслужиться, они, наоборот, ему сделали, ну, сознание простого гражданина, это вызывает, я не скажу, что вызывает положительные эмоции, скорее негативные эмоции. Или, наоборот, они сделали это специально, чтобы у народа. Вот, ну, пусть это, пусть у нас есть, насколько я знаю, три фонда, связанные именем первого президента. Пусть они разбираются, что хотели вот эти, вот эти товарищи, которые проводили вот такой, такой консуль. Я еще раз повторю, про Академию Ельбасы, создала программу «Медали Ельбасы» и вручали «Медали Ельбасыну». Как говорят, комментарии излишни. В Казахстане постоянно принимаются какие-то программы, звучащие очень правильно и даже правильно выстроенные по всем законам нумерологии. 100 больниц, 100 шагов, Казахстан 20-50. Почему эти программы не работают? Вот, вы знаете, вот я вот посмотрел вот эти, все эти программы, которые вот, во-первых, надо сказать, что программа принята таким, знаете, временным таким интервалом на 30-40 лет. То есть, доживут ли даже люди, которые, чтобы увидеть ли вот результаты этой программы. То есть, программа принимается специально, чтобы никто их не увидел. Потому что обычно программа, ну, максимум принимать 10 лет. То есть, какие-то, вот, любой страна, есть такое правило, максимум 10 лет. Даже вот, когда мы у нас, вот, когда ребенок идет в школу, да, мы же, мы же вот 10 лет, ну, 10-11 лет учим, и тогда вот, куда пойдет, профессию определяем. И то мы определяем профессию где-то за года 3 до его окончания. А у нас, например, 35-40 лет программы. Это уже изначально закладывалось. Это просто, ну, пустословие, болтология, только для того, чтобы народ... Вот у нас программу 20-30, сказали, мы выполнили досрочно и ее программу 20-50. А то, что это, так сказать, даже разработчики, они заинтересованы в этой... Они сами не знают, они видят, что... Вернее, они предполагают, что они не увидят результат этой программы. Поэтому все эти программы принимаются так, знаете, вот, для красного сладца и так далее. А толку от них, понимаете, ничего, никакого толку от них нет. Сколько у нас программ? Причем еще один важный деталь. Вот эти все программы принимаются тогда, когда у нас цены на нефть очень резко такие были, на высоте. Ну, как вы знаете, ни один нормальный человек просто, когда планирует свою жизнь, да, или вообще принимает какие-то планы, вот такими категориями 25-35-40 лет не апеллирует. А тут, понимаете, у нас 35... Это как? Вообще, это просто, знаете, это просто... Не просто самообман, это просто заранее нам говорят, ну, народ, да, типа... Вот программа там, а то, что 35-40 лет просто люди не доживут, это не увидят. Такие наши реалии, увы. Кроме программ, сверху поступают периодически наставления и поучения. Ну, все помнят «Две коровы», список можно продолжать и продолжать, и вот совсем недавно книга «Место силы». Для чего это все пишется, по-вашему мнению? Ну да, я это... Вы забыли, добавлю, что эту книгу написала третья дочь президента, в котором она, ну, прямо скажем, учит нас, граждан, как жить. Там такие есть примеры, если там... там, посадить деревья там и потом заниматься экологией, там, построить дом экологический, там, выращивать там животные и так далее. Вы знаете, есть такая казахская поговорка, которая звучит так, ну, если буквально перевести, даже если рот кривой, пусть дочка Бая говорит. Ну, что делать? Вот люди написали книгу, в которой, так сказать, ну, да, я там... там, начал читать эту книгу, ну, впечатление, скажем так, скажем, не очень хорошее, потому что там... Ну, я не знаю, как вот она, допустим, пишет, что ей повезло, что она вот она родилась вот такого отца, что она в такой семье родилась, понимаете? А мы что-то сказать, нам что, не повезло, что ли, что мы в другой семье? Ну, как бы, вы знаете, ну, наверное, так сказать, они себя считают успешными, да, ведь она ведь, насколько я знаю, успешная бизнес-вумен, да, вот. Ну, наверное, вот, так сказать, время писать книги, да, так сказать, вместо силы, вот, что вот она учит других и так далее. Ну, мы же, как говорится, прекрасно понимаем, что для любого бизнеса всегда нужен первоначальный капитал, хотя бы, да, мы знаем из политэкономии, но у нее-то первоначальный был капитал, потому что она, так сказать, родилась в такой семье, и для того, чтобы даже заниматься бизнесом, откуда, деньги, так сказать, понимаете? Ну, вот, возвращаясь к тому, что делать? Им повезло, так сказать, родиться в таких семьях. Давайте, насколько я знаю, что наш первый президент где-то, ну, где-то, где-то, наверное, лет 30, где-то, наверное, он уже на руководящих должностях, да, находится, да, насколько я знаю, что вот автор этой книги, третья дочь, она 80-го года рождения, то есть 80-го года рождения, то есть ее папа уже был секретарем ЦК Компартии Казахстана по промышленности. Ну, это, извините, вот один из руководителей Казахстана, то есть они даже вот по любому, в любом плане, они жили очень хорошо. Ну, наверное, и повезло, что она родилась в семье секретаря ЦК Компартии Казахстана по промышленности, которая потом, через некоторое время, станет председателем Совета Министров, а когда ей будет 9 лет, ее папа станет президентом Казахстана. Ну, повезло, кто может сказать. Если говорить о политической элите Казахстана, то, по вашему мнению, насколько репутация страны зависит от репутации представителей политической элиты, каждого в отдельности, и насколько бережно они относятся к своей репутации. Ну, вот мы же с вами говорили, что я сказал, что Казахстан репутация все-таки как, ну, таком, недемократическом государстве, коррупционном государстве. Ну, что думаете, про другого? Бурат-то два про нас сняли, что мы коррупция, да? Поэтому, если наши руководители думают, что они как бы так под пример, в социальных сетях многие любят ссылаться, сейчас забыл, президент какой-то страны, латиноамериканский, как он живет, ну, просто живет там, после ушел, когда ушел с поста, он живет там в нормальном, простом доме, да? Вот. Или другие руководители, тех же европейских стран, да, люди были во власти, ушли и спокойно живут. То есть все нормально. А что касается нас и наших руководителей, они думают, что они такие, знаете, вот наравне вот с ними, да? Вот есть английское слово «same», они думают, что они «same» вот с этими, со всеми там, вот такими руководителями таких стран. На самом деле не так, когда говорят о коррупции, они же не думают о коррупции, вот нас, о народе, от нас, нас с вами, как гражданам простых. Коррупция для них, прежде всего, наши руководители. Вот поэтому имидж страны, ну, в кавычках, или благодаря этим руководителям, такой у нас коррупционный. Вот если бы, скажем, вот мы сейчас начали разговор с этого досье «Пандоры», да, там уже ставили вопрос, в Украине уже ставили вопрос, уже хотели объявить импичмент Зеленскому. Правда, Зеленский вот это, деньги скрывал, когда еще не был президент, но тем не менее, да? Там в других странах уже ставят вопрос, там импичмента руководителями и так далее. А у нас, знаете, как згущая вода, да? Наше вот произошло, вот ничего не видит, ничего не слышит, да? И самое главное, нам говорят, все хорошо, все окей, да? То есть это, ну, и понимаете, вот есть опять же, вот есть такая вот казахская поговорка, то есть теперь если говорить, вот скрывающую болезнь, он их больным и помрет. Вот они думают, что они, что они вот все скрывают, там, знаете, все хорошо. Да нет, они уже, имидж у них как за рубежом уже коррупционный, в стране у них уже, мы, граждане, мы знаем, что они коррупционеры, они не слышащие, они ничего не видящие, и что они думают, так вот вечно будут сидеть, и так далее. Да нет, как показывает история, другие страны, и вообще, так сказать, человеческие истории, это вот плохо для них кончится, рано или поздно им придется вот за это, за свое не слышим, не видим, как-то отвечать. И все-таки философский вопрос, почему, по вашему мнению, во многих других странах коррупционные скандалы, будь это касается он президента или чиновника ниже уровнем, часто оборачиваются отставкой. Почему у нас проходит все гладко, как будто ничего не случилось? Ну, потому что, помните, был такой французский король, который говорил, государство — это я. То есть они считают, это я все, это вот, что хотят, то и творят. То есть Людовик, по-моему, 14-й. Ну, что Людовик 14-й ушел? Когда они сказали, не он сказал, а там Мария Антонетна сказала, когда почему бунтует? Говорят, а потому что, хлеба нет. А почему? Ну, пусть пирожки кушают, пирожные кушают. Вот примерно такая вот, они ведут себя, как Людовик 14-й, как Мария Антонетна. Вот они говорят, ничего не видят, не слышат, и она вам говорит, кушайте пирожные. Чем кончилась, кончилась-то французская революция, что и потом уже была революция в России. Спасибо вам за интервью. Спасибо.